Благоприятный кредитный климат отразится на восстановлении освобожденных земель, считают эксперты. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиф утвердил правило предоставления государственных гарантий по кредитам, выданным субъектам предпринимательства, занятым на освобожденных от оккупации территориях. Также предусмотрено государственное субсидирование процентов по кредитам. По новым правилам, сумма кредита, полученная предпринимателем от всех уполномоченных кредитных организаций, может достигать 5 миллионов монатов. Наряду с этим субсидия по процентам предоставляется в размере 10-процентных пунктов от годовой процентной ставки по кредиту. Это очередной этап для создания, не побоюсь даже сказать, такого своеобразного экономического рая на освобожденных территориях. И это нам удается. То, что сейчас господин президент писал, он дает возможность в основном мелким и средним предприятиям развивать свою деятельность, не боясь финансового времени брать кредиты. По мнению эксперта, одной из ведущих отраслей, на которую делается основной упор в развитии деоккупированных территорий, это сельское хозяйство. Это тем более важно, что сегодняшние реалии мировой экономики выдвигают обеспечение продовольственной безопасности на передний план политики ряда государств. Также освобожденные земли интересны и с точки зрения развития туристической индустрии. Уже есть цифра, что свыше сотни тысяч гектаров земель готовятся для использования сельскохозяйственных. Далее это будут агропарки, предприятия, которые будут в агропарках развиваться. То есть опять-таки связанные с продовольственной и сельскохозяйственной деятельностью. Это вот целый комплекс такой вот для развития. Далее второе направление это все-таки направление туризма. Мы более чем уверены, что буквально через год или два у нас будут десятки, сотни тысяч, может даже миллионы туристов не только из Азербайджана самого, но и за границей. Туризм это для нас важно, это очень прибыльно. Ну и создание других предприятий. В основном 5 миллионов монад это в основном не очень большие предприятия. Это цель государственной экономической политики развивать семимильными шагами именно мелкий и средний бизнес.